Ребята, всем привет! Вот и начинается новый день, новый влог сейчас, пол одиннадцатого дня. Я обожаю всегда вам говорить, какое время. Встала я сегодня в десять-двадцать. Ох, сказать, что я не выспалась, это ну вообще, ле, нихрена не сказать. Зато я нарядная! Намазюкалась новым тональным кремом, который темнее моей кожи. Еще даже шею помазала, но не до конца. Сейчас я заеду за Надей, мы с ней заедем в Макдональдс, возьмем кофе и поедем в Ласта Бьюти делать классные девчачьи процедуры. Она будет делать себе губы, ле, и я буду снимать этот процесс, как ее заморозит. И хочу снять сам процесс, момент, когда я буду делать уколы, посмотрим, будет ли она плакать. Вот, что хочу сделать я? Ой, да я же такая идеальная, зачем мне что-то с собой делать, да? Я спрошу у Залины, что, по ее мнению, можно мне сделать так, чтобы что-то сделать, но не то, что не нужно. Вы знаете, я такой человек, я хорошо отношусь к таким косметологическим моментам, не против этого. Мне это нравится, я такой человек. Есть люди, которые максимум один раз в жизни губы чуть-чуть подкололи и все, сидят так всю жизнь. Я не из этих девушек, ну реально, типа просто смиритесь с этим. Если я могу убрать то, что мне не нравится, я это уберу. Потом в 4 часа дня, точно там же, где мы будем, рядом с Ласта Бьюти, находится стоматология, где мне будут ставить виниры. Ладно, поехали. Вот мы и заказали еду, и знаете, что самое тупое? А, все, мы встретились с Надей. Самое тупое, что я хотела взять кофе и забыла кофе. Нам что-то там 28 минут. Они действительно положили... Два? Да. Представляете, хотели нас обмануть, два кисло-сладких положили, в итоге я такая говорю, девушка, мы три заказывали. Я ненавижу, я просто ненавижу. Знаете, самое тупое у Макдональдса, что может произойти, это когда мне перепутывают соусы. И, например, я говорю, дайте мне там два кисло-сладких, один сырный. А мне дают два сырных, один кисло-сладкий. У меня все пипец, как под расчет, прям тютелька в тютельку. Люблю кисло-сладкий больше даже, чем сырный. И картошку тоже ем с кисло-сладким. И меня, ну, как бы бесит. А сырный это так уже. Ну, так, чтобы разбавить. Да, 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 чтобы разбавить, реально. Ну, короче, не знаю, бесит, ненавижу, куда они путут. Поэтому я прям в наглую, очень долго стою около этого окошка. Ну, я просто обычно, знаете, такое состояние. Так, все, получил, надо быстрее уезжать, чтобы никого там не задерживать. Это хотел какое-то другое. Надо быстрее уезжать, все такое, чтобы никого не задерживать. Но в какой-то момент, когда ты вырастаешь, и тебе становится пофиг. Вот на такие моменты ты стоишь и проверяешь, потому что из-за этого заплатят деньги. Извините. Итак, мы уже приехали. Было трудно почему-то найти место, хотя здесь офигеть какая большая парковка. И обычно я сразу быстро нахожу место, но что-то сегодня не нашла. В общем, идем. Ну, как? Волнуешь ты? Наконец-то тебе губы сделают. Господи! Наконец-то ты тут под человеком стоишь. Да, да, да. В человека превратишься. Да ладно, мы не пропагандируем. Просто мы такие девчонки, нам это нравится. Эласт-то бьюти. О, нам сразу открывают. Мы пришли первый раз губки делать, да? Угу. Не торчала ни по верху, ни по углам. Здесь немножечко идет асимметрия красного контура, потом расскажу, как с ней справиться. И, конечно же, на губки будет немножко давать эффект то, что щечки немножко книзу. И дают такие вот детские щечки. Губки, тем не менее, смотрятся детскими, хорошими. Морщинок немного, но мы по ним тоже чуть поработаем. Даже в этом случае, когда губка верхняя поменьше, чем нижняя, вот она, видите, улыбнулась чуть-чуть, как-то подвиглась, и она очень живая, хорошая. То есть, когда верхняя губка поменьше, чем нижняя, одну верхнюю губу мы все равно не должны колоть. Немножечко подколем по морщиночкам, буквально чуть-чуть укрепим нижнюю губку. Для первой коррекции мы выберем всего 0,5 препарата. Единичка здесь будет многовато, и для личик молоденького будет многовато, смотрите. И в целом, вот для первой инъекции не нужно, здесь целый шприц. Вот, я считаю, что губы очень красивые. То есть, когда верхняя губка вот так вот у нас поднимается, да, то есть она очень неплохо поднята вот в этих местах. Ей просто не хватает плоскости, плоского объемчика. Он очень красиво может сделаться. И самое важное, не вытащить вот эти вот уголочки, вот эта вот очень коварная зона. Здесь очень аккуратно нужно работать. И вот для этой методики есть очень большие противопоказания, потому что вот здесь гель ни в коем случае не должен быть виден. Мы сейчас будем немножко разворачивать губу, но не выворачивать. Вот в этом случае выворачивать ее нельзя. Первая инъекция, она должна быть естественная. Она должна быть незаметна для окружающих. Девочка молоденькая очень. Она должна посмотреть, насколько ей идет немножечко более объемная губка. Губки мои чуть-чуть подпитаем, немножко увлажним. И еще раз повторюсь, инъекция должна быть максимально естественная. Не выделяться от лица, не отвлекать от глаз, не отвлекать от общих черт лица. И не должны заходить сначала губы, а потом девочка. Сейчас тенденция того, как мы можем открыть любой журнал и посмотреть. Нет женщин там, нет девушек с вывернутыми губами. Немножечко развернутая верхняя, немножечко объемная в плоскости, она может быть. Но не более, иначе это будет отвлекаться от лица, придавать даже возраст. То есть мы вот от этого точно будем уходить здесь. Класс. Спасибо, горячая. Пожалуйста, располагайте с капелом. Не смейся, тебе нельзя. Это будет хороший влог. Я говорю, не смейся, уже всю Эмбу схавала, небось. Ой, такая красивая, я уже вижу, какой ты будешь. Товарищи, примерно так проходит мое утро. Мне недавно кто-то написал, что я как Житковский, потому что у него постоянно дела. И все его дела, это типа поехать по салонам красоты. Блин, ребят, столько дел не могу. Не отвлекайте, пожалуйста. Короче, полчаса где-то нужно посидеть вот так, в заморозке. Сегодня сделала мне нос, и я это запишу для влога, чтобы вы видели, как, что, куда. А еще я думаю, что-нибудь поколоть в лобешник, типа увлажняющее. И такое, знаете, упругость кожи делает. Тебе еще повезло, ты не одна приехала, и тебе не одиноко. Я когда на губы приезжаю, я сижу одна минут сорок. Ни с кем я разговариваю, в телефоне сижу. Блин, так прикольно выглядит. Я рада, что не мне делают губы, потому что, во-первых, это больнее, чем делать нос. Да, скажи, расскажи. Во-вторых, это больнее, чем нос. А во-вторых, если бы у меня сейчас были губы заклеены, я бы не могла говорить. Итак, дамы и господа, пока у меня есть время. Привет, я Белый нос. Юля, очень тебя люблю. Можно вопрос, почему Вива писает на кровати, вы с этим как-то боретесь? Наверное, имелось в виду, что мы с этим не боремся, хотя я так и не поняла, что я имелась в виду. Мы с этим не боремся, знаете почему? Раньше мы с этим боролись, ругали ее за то, что она писает там, где не надо. А потом мы поняли, что если собака, которая всегда писает туда, ну, в одно место, на пилетке, которая приучена, если она писает куда-то в другое место, это значит, у нее какой-то стресс. И ругать ее бесполезно, и в этом не будет смысла. Вот, а еще кто-то написал то, что мне раньше говорили, что насекомые так умирают. У нас та коса сидела очень долго. Посмотрим, как долго просидит муха у нас. Дергание перед сном, это делает норадреналин. Он собирает информацию по организму и отправляет мозг на обработку. Знала? Я думала, что это, типа, наш мозг думает, что мы умираем, потому что мы переходим в очень глубокий сон. А теперь на одну сторону и сказали, типа, ну, чтобы дальше так складывались в таком доме. Типа мозг проверяет, живым мы или нет. Да, слышишь? Эй, жив ты? Да, да, да. Проснись, дернись. Дернись так, чтобы тебе было стыдно. Девочка пишет, я ехала в электричке, уснула, просыпаюсь от того, что понимаю, что я издаю какие-то звуки. Бедные люди, которые ехали со мной, больше в электричках не сплю. А мы с Надей ржали с того, что всегда, когда ты в дороге, типа, в поезде, в машине, там, не знаю, в самолете, и если ты засыпаешь, то ты обязательно засыпаешь, ну, типа, сидя, да, с открытым ртом. Я постоянно, я в самолете, когда сплю, я, ну, чаще всего сплю с открытым ртом. И я это тоже безумно ненавижу, потому что я такая... А потом каждый раз, когда я дремлю, я такая, типа, лежу, такая, сижу, точнее, такая, закрыла рот, потому что понимаю, типа, какого фига, если тут там он расслабляется, открывается, и я это ненавижу. А еще слюни не текут, не дай бог. Нет, слюни у меня обычно не текут, у меня один раз, у меня вообще реально не текут, у меня недавно только как-то слюни текли, я не помню, что было, а, это как раз, как раз когда в Курции мы с Кариной были, и я заболела там, вот тогда я проснулась, я говорю, блин, просыпаюсь, у меня щека мокрая, думаю, мои слюни или твои, думаю, жесть вообще. Сейчас, короче, за нами уже придут и будут нам ставить инъекции. Залина, ты просто гений, я не знаю, мне кажется, самые лучшие губы делаешь ты, самые натуральные, самые красивые. В целом, я любые инъекции стараюсь делать натуральными, почему? Потому что косметолог, это такой серый кардинал, то есть косметология не должна быть видна на лице, просто люди вокруг должны замечать, что что-то улучшилось, стало красиво, более притягательное для взгляда, но при этом необычуное, то есть инъекция не должна отвлекаться от лица, должно все гармонизироваться, то есть пышность губ, она должна быть достаточной для величины глаз, для формы носа, да, если я ее сильно увеличиваю, она притягивает к носику. Я люблю выраженность нижней губы, она как место для поцелуков притягивает к взору глазам, вот, отвлекает от носика. Нижняя губа, она менее ошибочная, и она дает такую визуализацию скулок, глазик, вот это вот очень хорошо, и практически всем идет, если нет челюстных осимметрий каких-то, да, вот, ну и много всяких таких фишек, которые надо смотреть индивидуально. Ну, в общем, знать нужно, конечно. Ну, у каждого своя, свое понимание красоты, да, о вкусах не спорят, но вот есть какие-то такие вечные принципы, которые лучше соблюдать, понятно? Так, вернемся к нашей... Пациентке. Пациентке, да. Ну, значит, что, завтра максимальный отек. На 0,5 препарата мы всегда можем понять на отеке, насколько нам хотелось большие губы. Значит, не у всех всегда бывает все сразу красиво с первого раза, да, то есть бывает сня, бывает гематомка, я максимально на связи, после процедурки я расскажу всю реабилитацию, она легкая, соблюдать ее тоже легко, то есть живем обычной жизнью, 4 денечка мы не смотрим на лобке. На седьмой день мы присылаем мне их на осмотр и так далее, да. Первый раз вы колите губки, я максимально сейчас подстроюсь под вашу чувствительность, максимально буду аккуратно, это недолго, это как бы довольно терпимо. Значит, у каждого разный полевой порог, и я его не то, что не спрашиваю, я под него стараюсь подстроиться при первом школе. Почему? Потому что откуда она знает, больно ей будет тренировать. А мы это сейчас узнаем. Но не на кинесках бешеных ёжок с иголками, вот, и все аккуратно не поделать. Вот, при любом плохом самочувствии вы мне его сейчас сообщаете, но все будет быстро, еще раз говорю, все будет хорошо. Полностью закрытый, смотрим срок годности на 21.01. Я очень люблю этот препарат, роскошный, в бархатистой лобке, он хорошо эластичный, хорошо напитывающий препарат, очень легко в реабилитации переносится, довольно беспорядная в инъекции. Понятно? Открываем. Да, здесь уже сразу 0,55, здесь не полный шприц. Ну, как бы, удобный объем, не целый, 0,55. Губки плоские, очень красивые. У нас хорошо развернулась плоскость и верхняя губка. Она у нас не усилилась по углам, но при этом подчеркнутый выраженный бантик. Вот, и сейчас у меня же немножечко отечный, завтра у меня текут чуть-чуть больше, и будет визуально больше, мы полюбуемся, насколько нам идут плохие губы. Очень красивые губы, они достаточно по объему для лица, то есть не надо, чтобы они сразу у нас появились какого-то там прям вычурного объема. Мы сохранили объемность нижней губы почти без изменений, только немножечко ее напитали. А верхняя, она отлично развернулась, скрылись вот эти вот уголочки завернутые, сильнее их разворачивать не стоит, здесь отличная такая инъекция, она будет очень натуральная после заживления. Завтра будет чуть-чуть побольше, отек завтра, и все, потом они будут проходить. Цена с травмой очень мало, поэтому заживаться будет легко, хорошо, сосудики тут отличные, губки у нас красивые, пациентка у нас мечта косметолога, все потерпела. Умничка. Сильно больно было? Нет. Хорошо. Добро пожаловать в наш мир красивых похлений. Мне просто не идет красная вот эта вот губа. Ну, сейчас пройдет. Они очень идут и очень хорошо. Мне, мне нравится. Еще раз говорю, что это сейчас отек уже, да? Смотрим на себя, сейчас спокойно, ровненько, они красивые, они такие естественные, они все равно естественные. Вот мне очень нравится, у меня пациенты все такие, которые вот любят естественность, и у зеркала первое это, это значит, вот им сто процентов понравится, но потом. Вот, то есть сейчас или больше смешает именно красную. Красная, да. Вообще тебе идет. Прям я рада вообще тебе, хорошо, очень красиво. Вот, я говорю, ты будешь улыбаться, у тебя будет прям губа видна, а то когда сильно улыбаешься, губа видна. Очень красивая улыбка, да. Звезда, звезда ютуба. Да, мне реально идет. Здесь носит, мы уже выправляли, сейчас мы просто немножечко потянем возле горлиночку. И он у нас перестанет немножко смотреть вниз, мы его, опс, чуть-чуть вот так приподнимем, да. То есть, сравняем немножко вот эту горлиночку легкую и чуть-чуть потянем кончик. И все, чтобы он у нас немножечко ушел вот такой вот формы, когда немножечко вниз. Все, вот наш носик, он перестал у нас смотреть вниз, стал даже визуально как бы меньше, ровный, идеальный, кукольный. Тут ему и в целом он был красивенький, да, и теперь он просто вот, как говорится, идеальный. То есть, он у нас совершенно не в горлиночке, и носик опять приподнялся. Причем приподнялся очень благодарно сразу. Двухминусное дело, да? Угу. Хорошо. Даже при улыбке он теперь вниз не опускался. Хорошо, так, угу, все, сидим. Что хорошо, что после инъекции он не кажется больше, не кажется шире, он даже на отеке визуально смотрится меньше и уже. Он вот такой остренький становится. Видно, да? Мне нравится. Так, теперь твои эмоции. Я красотка тебе. Больно было? Ну, так, не очень. Нет. Больше нет, чем, да. Ну, на самом деле у всех разный болевой порог. Когда мне делали губы, у меня, наверное, ну, первые уколы, они такие, ну, неприятные прям, прям, ну, неприятные. А потом нормально. Но на самом деле это терпимо. И это делается достаточно быстро. Вот нос тоже мне сделали очень. Ну, да, по времени быстро. Блин, реально. Нет, больно только вот тут вот. Ну, да, вот здесь. Больно. Ну, у меня на самом деле вот тут тоже больно. Ну, короче, первые, короче, уколы неприятные. Сейчас, короче, Надя поедет домой, потому что я пойду к зубному и, возможно, просижу там 3 часа. Но надеюсь, очень надеюсь, что мне зубы сделают быстро. Ну, типа за час-полтора. А они сказали, что они всегда берут много времени, так как может затянуться. Ну, они берут максимум. Ну, да, 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 так как может растянуться вообще там, ну, до 3 часов, потому что установка, оказывается, сложное дело. Я говорю, да, я думала, вы просто снимете мне вот эту чепуху и наклеите сразу нормальные зубешники. Он говорит, ну как ты, моя хорошая. Мне, оказывается, сейчас будут еще уколы делать обезбаривающие. Вот, а еще весь день сегодня мне нельзя здесь красить, здесь красить, поэтому у меня вот эта часть лица накрашена. Темная. Так уж и видно. Ну, пофиг, нормально. Завтра можно краситься, нельзя, потому что, ну, типа, были проколы, поэтому... Блин, с одной стороны, хочу пойти к зубному, сейчас мне виниры поставят, а с другой стороны, так неохота сидеть долго. Ну, кстати, ты знаешь, я смотрю на видосы уже с этими зубами, и мне нравится. Я смотрю и думаю, блин, они все равно сильно отличаются от тех, которые были у меня. Они более ровные, более... Я тебе сказала. Потом фотку тебе скину. Хорошо. Так интересно, пипец. Уже на улице темнеть начинает. Но сегодня я прям конкретно день застала, хотя вчера тоже рано вставала. Прикольно день. Ну, сегодня ты прям вообще очень рано вставала. Гордишься мной? Я горжусь тобой. Я прям хотела тебе даже звонить уже. Да, да. Надя мне такая пишет, ну, что ты встала? Я такая вот так вот в глазах. Встала. В итоге я смогла встать. Я заставила себя. Я просто думаю, так, забей. Да, тебе очень тепло, уютно, но просто тело возьми и подними. Я перевернулась такая на бок, поднялась, встала. Вот это, когда не высыпаешься, мало спал. Я просто шла вот так вот в ванну, умываюсь. Я понимаю, что открываю глаза и не могу еще очень тяжело открыть глаза. Но потом нормально привыкла. В общем, ладно, пошла я к зубному, потому что уже 4 часа. Посмотрим. Сегодня запомните. Я не знаю, буду ли я снимать. Это уже не твои зубы, что ты их снимаешь. Но все равно. Насколько они будут встречаться. У меня весит мои красные губы. Да наоборот. Но мне не идет красный. Ты как будто бы клубничку поела. Лицом, а клубничка? Да. Нет, просто на бабку какую-то старую похожа. Не, нормально. Не знаю. Ну, короче, посмотрим, как вообще будет через там сколько-то дней. Но я тебе завтра скину, типа накрашу. Ну, видно, конечно, что больше стали. Да? Да. А ты не фоткала до? У меня есть фотки. Знаете, скину. Да-да-да, потом соедини коллажом, типа до и после. Да, прям в одинаковом ракурсе, что ли. Да-да-да. Не, я уже посмотрела. Да, там прям вообще-то пец. Я просто сначала сфоткала, когда я думаю, блин, ну, типа я сейчас скину кому-то, и они скажут, о-о-о, да нет, разницы никакой-то чего. А потом я смотрю на свои старые фотки, которые я сегодня сфоткала, и думаю, блин. Круто. Ну, все, счастливая девочка, так мало для счастья, просто куча уколов. Да ладно, Попик, короче, пошла. Так, все, я уже пришла. Сейчас я сюда сяду. И уже принесли мои зубы. Они на такой челюсти. Это моя, да, это вот этот оттиск, да, называется? Да, это называется модель. Ага. Они такие белоснежные, такие идеальные. Вау, такие белые вообще. Ну, прикольно то, что внизу так немножко они как прозрачные, такие вот прям натуральные. Да, 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 они натуральные, да. Классно. Ну, все, сейчас померяем и посмотрим. Класс. Смотрели зубы? Да, они просто офигенские. Да, они очень красивые, сейчас примерим, посмотрим, как они тут смотрятся. Очень красивые, мне тоже нравится. Натуральный регион, видели? Да, я видела вообще, я уже не сняла их тоже. Итак, ребят, мне примерили, сейчас просто не на временном геле. Ну, они такие белые. Жесть. Ну, что, мы Юле поставили нереально красивые зубки. Шоки вообще. Просто красота. Что я хочу сразу сказать. Сюда я попросила на стадию, потому что здесь было как-то чувствительнее, и тут вообще нормально все было. Поэтому это очень все что. В общем, край, да? Да, у Юли сейчас стоят керамические виниры. Имакс, они очень натуральные, с прозрачностью красивой, с рельефом натуральным. Вот, и в принципе, когда смотришь, просто зубки кажутся белыми, но очень натуральные. Да, я согласна. И сбоку, когда в анфас смотрят, очень красиво. Я еще получу, потом покажу, когда поделать вот это вот. Изменили немножечко расположение зубов. Теперь Юля совсем по-другому разговаривает. В принципе, я думаю, что когда он в связи отпустит, она будет просто счастлива. Спасибо, блин. Это на второе. Скоро еще нижний сделаем, и вообще все, поеду в Голливуд. В общем говоря, приехала к маме, покушала, поболтали. Это Муля, кто не знает. Просто представляете мою вивочку вот этого маленького и Мулю здоровую. Да, мы такие большие, толстенькие, сладенькие, девочки. Маме, это девочки. Мама хорошая, милая собака, добрая очень, но просто очень большая и хрюкает много, да? А еще намного разговаривает. Вот она сейчас смотрит на грудку. На. Вот. Скажи, мама. Жаль, если надо еще, я говорю, когда я поставлю виниры, я буду вот так вот только смешать. А! А! Что? Извольте! Ну, они реально белые. Они как будто бы под ультрафиолетом каким-то. Очень непривычно. У меня еще лобешки кинокрашные. Ну и что думаешь? Мне нравится. Реально нравится? Да. Ну ты же переживала, у меня мама безумно переживала и как бы была против. Моя мама всегда против всех вот этих приколюх, которые я так люблю. Не, я очень переживала, но мне нравится, правда. Реально? Очень. Ты можешь сказать то, что тебе не нравится, если тебе не нравится? Да, мне нравится. Особенно, когда я вот так-то делала. Солнце мое. Единственное, что, когда мама только увидела, она говорит, что они такие белые, более бежевыми, их нельзя было сделать. Ну, они белые, да. Ну, а зачем мне делать желтые? Вот реально. Нет, я не говорю, что надо делать желтые. Почему? Да нет, нормально. Просто непривычно. Непривычно для самого не пьет. На самом деле, они не такие уж и белые. Ну, я имею в виду, не ослепительные такие прям аж, как, я не знаю. Поспокойнее, потому что он был более... Белая простыня. Белая простыня, красивая. Если сравнивать их с вот этими временными, конечно, когда первый раз я увидела виниры... Мне сначала их, кстати, знаешь как, мне их надели просто на какой-то гель, чтобы я посмотрела, нравится ли мне. И только потом мне уже все промыли и начали их прям вот уже навсегда, типа, приклеивать. Вот. И когда я увидела, я вообще офигела. Я даже не знала, что сказать, потому что и классно, и непривычно, и странно. Я смотрю еще на эти нижние, которые временные. Я всем постоянно объясняю, что это какая-то жижа, которая затвердела. И я просто смотрю на эти нижние и думаю, господи, что за гнилье у меня здесь по сравнению с этими. Но на самом деле они реально не сильно прям отличаются. Просто эти гнилья, ты прям так говоришь, гнилья, у тебя прекрасные, ты нижние. Это не мои. Ну, понятно, ну, и твои такие хорошие. Да, но я, кстати, вот смотрела уже видео, даже с временными зубами я уже выглядела лучше, чем... Ну, они были длиннее, как-то более оформленные. Оформленные. Господи, иди, моя сонечка. Мне не надо делать зубы, мне свои. У нас такая странная, интересная фигня. У меня и у Гоши нам передались зубы твоего папы. У папы кривые зубы, и у нас с Гошей тоже кривые всю жизнь зубы, а у мамы вообще... У меня ровные зубы, хорошие от природы. Ты почему-то, вот почему, не ответят наверх, не досталась ни одному из моих детей, моих зубов прекрасных почему-то. Но если бы у меня были такие зубы, как у тебя, то я бы не поставила винили, и тогда у меня не было бы таких. Потому что все равно это, я думаю, в любом случае ненатурально свои не могут быть такими прям, такими белыми. Хотя... Не, ну, я даже свои как-то отбеливала, помнишь, что ты там годы была назад? И то я не досидела эту процедуру, потому что она такая болезненная, но как бы у всех разная чувствительность. Вот я, по-моему, выдержала только три вот этих вот по 15 минут, на третий я уже взвыла и взмолилась. Просто... Самый непред, что... Думаю, спасите меня больше, мне ничего не надо. Стреляют, зубная боль она самая неправда. Да, и вообще, я так поняла, что я больше всего ненавижу зубную боль, видимо. Поэтому мне Господь дал хорошие зубы. Везет. А я обожаю зубную боль, поэтому Господь дал мне такие зубы. Хорошая логика. Всю жизнь просто. Я даже не знаю, сколько я клиник зубных обошла. Думаю, все, велика, дедненькая, ты моя девочка. Чем бы дитя не тешилось. Ну, вы поняли. Ну, реально странно. Надо привыкнуть. Но они очень белые. И большие как будто бы, да, прям большие? Да, не большие, нормальные. Чего ты наговариваешь? Чего ты все время наговариваешь на себя? Нет, я к тому, что просто я тебя провоцирую, а ты должна сказать, да, большие или не, небольшие. А что, надо сказать большие? Нет, ты должна сказать, я просто тебя, это, провоцирую на правдивые ответы. Ты когда на дачу приедешь? Когда на дачу приеду? Да. Это провокация? Я тебя тоже сейчас провоцирую. Я не знаю, у меня столько дел, когда на дачу приеду. Когда приедешь, да, на дачу? Ну, надо, надо, на самом деле. Посмотри, что там вы настроили, наделали. Блог снимешь, да? А, это да, я хотела. Ну, посмотрим, может, на следующих выходных. Дел же много, сама знаешь. А вообще, что ты сказать. С прошлым день рождения моя мама, можно сказать, заставила меня отмечать. Я, кстати, и сама готовила. Ну, это да, это я уже высказывала. С бабушкой, да, мы старались? Да, да, да. То есть мы не заказывали кейтеринг, не бомбард. Мы, короче, сделали проще. Мы залезли в интернет, посмотрели ассортимент, который вот эти кейтеринговые компании предлагают. Вот, и что-то так с бабушкой подумали, а чем мы хуже. Да, и Муля помогала, конечно. Вот, и мы что-то вот все купили сами и все сделали. Ну, наверное, что все мы так сидели, делали. Ну, и что, зато прикольно было. Я ничего не ела. Вкусно, а главное, мы знали, из чего это приготовлено. Ну, да. Из свежих продуктов. И когда гости приходили ко мне на днюху, те, кто едят там какое-то брукбуре мясо, либо у них какая-то аллергия, можно было у моей мамы спросить, как. Вот это для тебя отлично подойдет. Помнишь, у Милены что она там ела? Рыбу или что ей там не нравилось? Ну, я не помню уже. Ну, у меня там просто были тарталетки с рыбной, там, с креветочкой. Ну, короче, да, да, да. Что-то там. Я не буду думать. Я не хочу отмечать большой командой. Короче, вы ее не слушаете. Сейчас только начался ноябрь. И что? Впереди еще ноябрь и еще декабрь. Декабрь. Все еще поменяется. Учитывая, что у меня в декабре днюха под Новый год, если думать, то уже надо сцепить. Не, ну, а как же традиция на твой день рождения, ты должна спеть свою новую песню. Ну, в этом есть смысл. Да, Моля даже подтвердила этот факт. Она сказала «да». Нет, я, честно говоря, все-таки хочу выставить, выпустить песню до своего дня рождения. Ну, короче, давай не будем загадывать. Загадывать не будем, но я подумала, может быть, просто поехать на дачу? Позвать только самых близких друзей. У меня их не так уж и много. Ну, на самом деле, у тебя много близких друзей и много близких родственников. Короче, давай сделаем так. Давай пока не будем никого интриговать. Нет, интриггер. Надо сначала подумать. Я люблю сначала сказать так, ничего не будет, а потом «ребята, такая вечеринка будет». Я думаю, что будет вечеринка, так что ты не рассказывай сейчас сказки. Посмотрим. Все, хватит, мотор, камера. Ладно, короче, я поехала к Карине, потому что времени дофига, скоро к ней приедут родители. И я вам что-нибудь тоже у Карины сниму. Так что пока, мам. Пока. Ты с кем прощаешься? С тобой. Все. Вот, пришла к Карине. Я точно так же сидела с мамой, только я сидела с той стороны. Мы тоже на стол поставили и болтали, и я записывала ее реакцию. Ну, я вообще-то уже здесь. Да, и там, помнишь? Ну, мне нравится то, что я в этих зубах узнаю зубы Юли прошлой, потому что ей сделали все по форме прошлых зубов, но типа с доработкой это прям круто. Потому что у нее нету, знаете, вот... Совсем других. Ну да, типа было бы очень странно. Единственное, что есть у меня такое, что типа они слишком длинные, как будто бы... То есть чуть-чуть, может быть, стоило бы подпилить как-то, и знаешь, было бы все вровень, потому что у тебя эти... Трогаю зубы. Вот эти типа норм, и эти идут выступать, как у Бакса Бани. О, песня Егора Крита. Помнишь ее? Да, ну ты знаешь, я и хотела, чтобы у меня передние два зуба были длиннее. Ну, фиг знает. Но мы это с врачом не обговаривали, я на самом деле даже ничего не говорила, не спрашивала, какие у меня будут формы, будут ли у меня клыки. Я полностью доверилась. Ну, вообще я очень человек такой сомнительный, переживающий, но этому врачу я полностью доверилась. Мне нравится то, что получилось. Единственное, что я сейчас не совсем понимаю, возможно, да, они длинные, возможно, просто нужно привыкнуть. Может быть. Да, посмотрим, когда уже нижние будут стоять, потому что у меня настолько были короткие, поэтому такая большая разница, и, наверное, поэтому еще непривычно и странно, и кажется то, что, блин, они слишком длинные. У меня нет такого, что они слишком длинные, у меня есть лишь то, что они длинные. У меня не такие, конечно, свои были, хотя я от своих уже отвыкла, но эти чуть-чуть длиннее, чем те, которые были у меня временные. Может, когда она поставит нижние, у меня уже взгляды будут по-другому, все. Я думаю, что да. В любом случае мы с Юлей говорим, лучше, чем было. Да, я говорю, пофиг, что поставят, лучше все равно, чем то, что было до. Но и сейчас я говорю, и мне кажется то, что я шепелявлю, и, возможно, так и есть, хотя многие мне пишут то, что, наоборот, дикция стала лучше. Возможно, я почетчик говорю, но я ощущаю некую сложность при разговоре, потому что непривычно. Ну, понятное дело, даже когда мне ретейнер один какой-нибудь ремонтируют, и я потом в шоке, что-то изменилось, а у тебя там все изменилось. Поэтому, наверное, еще в этом сложность. Ну, я очень счастлива, на самом деле, я столько к этому шла морально, чтобы решиться. Ну, я думаю, все это знают, сколько я об этом мечтала. Сколько я сидела у зубных врачей, сколько я этих клиник обошла с этими тупорами. Два раза брейки поставила. Все, отбеливание делаю, это так больно, так у меня зубы болели. Ну, как бы, все хотела сделать для того, чтобы реально мне нравились мои зубы, потому что для меня зубы, это важная часть, как бы, лица, и при разговоре, и, конечно же, и для работы, для профессии нашей. Да и просто всегда сама хотела, чтобы у меня были хорошие зубы. Это комплекс с детства, потому что с детства у меня ужасно кривые зубы, и всегда хотела хорошие. А потом еще и работа такая появилась, что хочется реально сверкать своими улыбками. Я и говорю, если ты будешь после того, как тебе поставят виниры, смеяться, и все еще по привычке закрывать рот, или даже когда через месяц, через два будет все еще вот эта фигня, то я от тебя убью. Ну, я буду стараться. Ты улыбнулась, и я не закрываю. Нет, когда я улыбаюсь, я не закрываю, а только прям ржу жестко, что у меня аж все лицо перекореживает. Я просто иногда очень эмоциональна, и мне кажется, что у меня там не лицо девочки красивое, а чудовище. Понятно. Хочешь виниры? Ой, девочки, не знаю. Я, понимаешь, человеку, который вообще никогда ничего с собой не делал, сложно сразу прийти к винирам. Ты ведь тоже начала не с виниров. Не виниров. Ну, возможно. Ну, виниры это другое совсем. То есть, это не относится к губам, к каким-то инъекциям. Суть не в этом, просто суть в том, что это тоже мне непривычно. И я смотрю и думаю, они слишком идеальные. Мне прям хочется их немножко кофе помадывать. Они у тебя белее, чем твой белок. Да, ну я ещё не сплю, у меня вообще белок, блин, жёлтый, как у этого больного человека. Не, может быть, когда-нибудь я решусь на брекеты. Может быть, потому что... Виниры? И я не представляю, вот я года полтора ходила с брекетами, потом с ретейнерами, наверное, это уже мой третий год. У меня до сих пор стоят ретейнеры, мы не стали снимать. Да, это тоже, кстати, интересно, что вы не стали снимать. А нафига, они мне не мешают? Да, пусть лучше стоят, мало ли чё. Ну да, ну просто по идее тебе обтачивают зуб, чтобы лучше всё село, а тут тебе взяли и оставили лишние даже ретейнеры. Они же сзади. Они же сзади не обтачивают, ты чё. Ну да, ну вот, короче, и у меня часто ломаются ретейнеры, и зубы немножко едут. То один поедет, то другой. Мы, да, ставим заново ретейнер, капы я всё время ношу, но я не понимаю. Мне чё, реально, ещё 10-7 лет нужно носить ретейнеры и капы каждую ночь? Это выносит мне мозг. Поэтому есть у меня такая мыслишка, что да, было бы прикольно виниру поставить. Я сейчас, когда сделаю, говорю, блин, тебе надо. Просто первый день поставили красивый белый зуб, блин, тебе, брат, надо тоже. А я же постоянно Карину на всё ламываю, но она такая сильная, крепкая, держится молодцом. Ну, блин, видно, может, потому что я знаю, что это виниры, но видно, что это не твои зубы. Да мне пофигу! Ну, это самое главное. Они просто очень белые. Белые. Возможно, я просто видела тебя, блин, 10 лет-другой, поэтому через два месяца я даже даже пойму. Да, я думаю, это дело привычки, но я смотрю, вот так вот улыбаюсь, и я издалека в кадре вижу, что, типа, вот всё чёрное и чисто белые зубы, знаешь? Ну, я почему сделала? Мне пишут, типа, зачем? Ты же носила брекеты, у тебя были нормальные зубы. Да, у меня были нормальные зубы. Я не могу сказать, что они были плохие, вообще ужасные. Но потом ты забила на капу. А, капу-то это вообще забудь. Просто брекеты никогда не сделали бы мне то, что мне нужно. У меня никогда бы не замкнулась челюсть. Вот в чём ещё была моя проблема. А мне это нужно было даже не просто, чтобы эстетически выглядело хорошо, а для того, чтобы у меня не было проблем с позвоночником, со спиной, потому что всё это связано. Понятно. Вот так. Когда нет давления здесь, там тоже, ну, как бы, вот это вот, всё, неправильный прикус очень сильно влияет на здоровье. Я когда об этом думаю, думаю, ах, нет, вообще, что придумали. Вообще, я не понимаю эту науку. Вот те, кто идут на зубного учиться, вы просто реально, ну, вы какие-то монстры-герои. И я в шоке. Мне так интересно во рту копаться. Я так ненавижу, когда я не вижу, что происходит у меня во рту, когда мне врач что-то делает. Я просто не понимаю, как можно придумать ретейнеры, виниры, брекеты, капы. То есть, это так странно. Люди проектируют. Например, есть же вот эти вот штуки, которые... 3D принтеры? Не знаю, нет. Я хотела сказать про то, что вместо брекетов ты можешь себе сделать такую систему, что ты носишь капы постоянно, раз в два месяца тебе их меняют, и они вместо брекетов корректируют тебе зубы, если ты не хочешь носить брекет. Элайнеры. Ага. И эти элайнеры, они их как-то... Как они их придумывают? То есть, они пошагово прорисовывают, что, как, куда надо надавить, чтобы эта зуба заменилась. Ну, каждый раз, да, они просто их... Это просто взрыв мозг. И самое интересное, что вот у меня, например, иногда капа... Ретейнер сломался, капа уже не совсем подходит, и когда я прихожу к своему ортодонту, он у меня зажигалкой капу поджигает, немножко там, она немножко в каком-то моменте он её подгибает, и типа нормально, я думаю, ты гений, просто как можно зажигалкой пластика этот немножко так подвинуть, чтобы у меня зуб типа встал на место. Ну, типа, блин, это жёстко. И больше меня, наверное, впечатляет не тот факт, что люди учатся на это и делают это, а кто-то же это придумал. Да, ну, я думаю, ты тоже, знаешь, не за один день придумал. Ну, понятное дело, но это просто жесть, ребята, гений. Да. У меня раньше тоже были мысли пойти и сделать виниры, и, наверное, года полтора назад или год назад я даже приходила... Ой, вы знаете, я ездила к двум врачам разным в течение, наверное, трёх вот последних лет, да, крайних, и разговаривала по поводу винир. Так. И это было, ну, достаточно давно, и в итоге всё равно в тот момент я этого не делала. Не была готова? Да. Они более гладкие. А, я просто отвыкла от этих обычных нормальных зубов, потому что эти временные, они более шершавые. Сейчас, когда я виниры языком глажу, они такие гладенькие. Открой низ. Одна фигня. Слюни чувствуют. Почему мы это делаем? Я не брезгиваю. А, это ты должна брезговать в мои руки. А, а не я твои зубы. Короче, не знаю, ребят. Напишите в комментариях, насколько вы в шоке, насколько вам это непривычно, то, что они такие белые и длинные. Вообще, напишите, что думаете. Вот чёрт, я... Походу, мне нужны новые велописедки. Ваня, нет, нет, больно как. Не могу на это смотреть. Короче, ребят, наверное, не знаю, как карта ляжет, но сейчас у Карины... Ой, божечки! Она рвёт свои штаны у меня на глазах. Ну, блин, меня они бесят. Они были крутые, но я начала их дома гонять. И мучить. Мне нужны новые. Где купить хорошие велосипедки? Где ты эти брала? Точно. Короче, ребят, хочу сказать, у нас с Калиной взяли проект один. И мы должны повторить, как бы, фотографии из фильма «Звёздные войны». Я должна быть за светлую сторону. Видите, я в белом. И повторить должна фотографию, которую... Вот это должна повторить я. Похоже! Всё очень плохо. Начиная с этих вот рогаликов. Я думаю, ставить лучше свет, потому что я их буду в фотошопе, наверное, как-то удлинять. Как она? Куда смотрит? В какую сторону смотреть? Вот на начало штор. Короче, на потолок. Нет. Вот на эту... Вот сюда. Да. Какие у меня эмоции! Как я руки держу? Отстойно просто! Можете погладить её? Да пофиг, я в фотошопе сделаю. Блин, она просто трэш. А ты можешь мне показать? Сейчас, сейчас, давай парочку. Во-первых, ты стоишь боком, и от этого тебя не видно гулик твоих. Тебе надо стоять прямо. Ребята, когда тебе говорят, фотку нужно прислать сегодня, и у вас нету вариантов, типа, ну, сделать это, например... Качественно. И с творческим подходом. Это вот так. Гульки, хрена! Ну-ка, посмотрим. Брод, не позволь меня! У тебя зарядки нет. Да, и... Ну, так убивают, мои хорошие. Тут очень много придётся фотошопить, и не на телефоне, а на компе. Буду прям волосы прорисовывать. Я прям вижу, сколько тут работы. Ну да, на полчасика. Закончу здесь сейчас, потому что, когда приеду домой, у меня будет куча дел, монтаж, всё такое. Поболтать со Славой про мои новые белоснежные зубы, ну, в общем, много. А, блин, реакция Славы тоже важна. Ну ладно, посмотрим. Либо... В следующем влоге. Да-да-да, хватит с вас. Да, чтобы смотрели потом. Короче, пишите, что, думаете ли. Оставляйте комментосики, буду всё читать. Мы завтра с Кариной едем на дачу, поэтому вообще... Во сколько встаю? Не знаю. Ладно, это уже без кадров. Во сколько хочешь? Ну посмотрим. Сегодня я встала в 10.20, а легла я в... 6? Да, я последние 2 дня очень плохо сплю, но при этом я очень позитивно, активно такая... Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну потому что, как это... Лениры. Да-да-да. Ну, короче, ладно, давайте, чмоки, это самое поцелучки. Будьте счастливы, здоровы. Люблю, целы, обнимаю. Лайк ставь. Завтра едем на дачу. Эндрю, конец, и пока-пока. Не могу. Могу.